Глубоко уважаемые председатели Галина Юрьевна, Алексей Викторович и уважаемые слушатели конференции. Действительно, тут дошла очередь до эндокринолога. Я традиционный эндокринолог, но с другой стороны как раз собираюсь говорить о некоторых нетрадиционных эндокринологических аспектах. Сейчас посмотрим, что у нас с вами получится. Значит, ну, некоторые вещи вам хорошо знакомы, какие существуют препараты, какие мишени и так далее. Мы на этом, наверное, подробно не будем останавливаться и вообще, наверное. Но с другой стороны, известно, что очень частые нежелательные явления обычно до сих пор привлекают внимательно эндокринологов. И к этим нежелательным явлениям относятся действительно тиреоидит, гипертиреоз, гипотиреоз. То есть, в основном, это прежде всего изменение функции в тиреоидной сфере, в щитовидной железе. Ну и некоторые другие. Но вопрос не должен ограничиваться только таким подходом. И мы сейчас к этому перейдём. Упоминание среди частых нежелательных эндокринных явлений тиреоидита, прежде всего аутоиммунного, позволяет сказать, что как пациенты, так и доктора нередко интересуются применительно к этому целым рядом вопросов. И к этим вопросам могут быть, в частности, отнесены. Ну, например, антитиреоидные антитела, о которых мы так часто говорим, к какому субстрату они представляются более специфичными и лучше оценивают ситуацию? Ответ, видимо, должен быть такой. Это антитела к тиреоидной пероксидазе, антитела к ТПО, как мы коротко их называем, здесь более важны, чем антитела к тиреоглобулину. Тут возникает дополнительный вопрос, играет ли какую-либо роль титр антитела к ТПО, а их титр, титр антител к ТПО. Да, и оказывается, что ответ должен быть, видимо, такой, что, несомненно, так как чем выше этот титр, тем более оправдывается представление о том, что нарастание этого титра можно рассматривать как важный потенциальный маркер наклонности к повышению выработки тиреотропного гормона в гипофизе и в объяснении сдвига, так или иначе предрасполагающего к переходу от лабораторного показателя, каковым является тиреотропный гормон, в частности, клиническим симптомом снижения функции щитовидной железы, гипотириоза. То есть ситуация, которая, как уже неоднократно отмечалась, нередко является следствием терапии, ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Теперь затронем другую или другие не менее важные сферы, перечислив несколько моментов. Ну, во-первых, остановимся специально, ну, во-первых, там видно, что, с одной стороны, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, с другой стороны, формально они, как мы вроде бы знаем, вызывают так называемую эндокринологическую токсичность, то есть приводят к каким-то последствиям в этом плане. Но, с другой стороны, есть потенциальные модификаторы, в частности, это метаболические нарушения, избыточная масса тела, расстройство углеводного и липидного обмена. И еще потенциальные модификаторы, о которых говорится на протяжении всей нашей нынешней конференции, это прежде всего COVID-19 в данном случае и влияние на эффекты ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. То есть влияет ли COVID-19 на эффекты ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. И еще потенциальные модификаторы, о которых уже фактически тоже так или иначе говорилось, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа и вакцинация против COVID-19. Об этом говорилось, но посмотрим, как это все-таки выглядит. Ну, во-первых, скажем так, вот ожирение и сахарный диабет. Соответственно, сейчас есть основания поговорить не только об ингибиторах контрольных точек иммунного ответа, индуцированных ими эндокринных нежелательных явлениях, но и о том, как предшествующие гормоноассоциированные нарушения, включая диабет и ожирение, протекают при попадании в организм вирусной COVID-19 инфекцией. И влияют ли на эту инфекцию и какой может быть реакция на ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Тут заслуживают внимания и возможности воздействия, привлекая антидиабетические, весоредуцирующие, гиполепидемические и другие средства, в том числе те, которые не исключено, могут влиять на чувствительность к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. О чем здесь можно сказать с учетом уже накопленной информации? Ну, согласно данным так называемого CDC, это центры по заболеваемости ее предупреждений, которые работают на территории Соединенных Штатов, наибольший риск тяжелой формы COVID-19, заболевания COVID-19, госпитализации и смертности отмечается у людей с высокой избыточной массой тела. То есть при индексе массы тела, скажем, превышающем показатель 30-35, что немало, конечно. С другой стороны, помимо роли ожирения, параллельно накапливаются важные сведения о том, что заболевание COVID-19 может приводить к так называемому недавно выявленному сахарному диабету. Именно недавно выявленному сахарному диабету. Такой вариант диабета ассоциирован с плохим прогнозом у пациентов, заболевших COVID-19, причем этот прогноз может быть хуже, чем у больных с длительно существовавшим диабетом. Будь то диабет второго типа, который там существует уже 10-15 лет, а это недавно выявленный диабет, и надо на него внимательно смотреть и обращать на него внимание. В то же время недавние результаты... Да, я должен сказать, в отношении ожирения можно сказать так. Предварительно предполагалось, что вакцины, направленные против COVID-19, могут быть менее эффективны у людей с ожирением. Такая литература была, начиная с 2019 года и доходя до 2021 года, это подтверждается. В то же время недавние результаты применения вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 показали одинаковую эффективность этих вакцин у людей с ожирением и без него. И такие исследования, как полагают, должны быть продолжены, равно как изучение определенных фармпрепаратов. То есть вакцина в вакцине не всегда равна одна другой в этом плане. И, конечно, если число вакцин будет и дальше нарастать, надо за этим внимательно следить. Что касается уже, по крайней мере, частичного, а может быть, уже достаточно большого изучения определенных фармпрепаратов, я бы хотел остановиться на двух группах. Одна группа касается антидиабетического бигуанида метформина, которым мы хорошо знакомы. И надо сказать, что в 9 из 14 проведенных по этому вопросу исследований был выявлен положительный эффект этого препарата на прогноз от COVID-19. Причем как у больных диабетом, так, что очень важно, так и без диабета. Кроме того, некоторые работы показали, что метформин в этой ситуации более полезен у женщин, чем у мужчин. Я забыл, о чём говорила Галина Юрьевна, когда речь шла о мужчинах. Но в данном случае подтверждается, что здесь, что он как бы не хуже, а вроде бы лучше. Поэтому не будем окрашивать женский пол только чёрным цветом. Он вполне заслуживает того, что носить его на руках и не забывать, что много полезного при этом может наблюдаться. Но надо просто за этим следить, очевидно. Недавнее исследование показало, вот есть же, как мы знаем, хорошие препараты, которые называются статины, гиполепидемические средства. И выяснилось относительно недавно, что эти препараты, по-моему, даже не очень в зависимости от того, какой они группе статинов принадлежат, могут улучшать исходы тяжёлой формы COVID-19. Причём, чем раньше начинается их использование, и чем оно длительнее, тем лучше результаты. Как следствие, рекомендуется продолжать эту терапию до тех пор, пока имеются признаки улучшения. В настоящее время используется вопрос об использовании ингибиторов контрольных точек иммунного ответа не только у онкологических больных, страдающих COVID-19, но и в качестве антиковидной терапии у пациентов, не имеющих онкопатологии, что должно, конечно, проверяться в рандомизированных клинических воспитаниях. Ответ же на вопрос об особенностях нежелательных явлений гормоноассоциированных и иных онкологических больных, страдающих COVID-19 и получающих ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, ещё ждёт своих исследователей. Хотел бы добавить, что вчера тот, кто слушал здесь, помнит это сообщение, поднимался вопрос с профессором Евгением Наумовичем именитым о роли курения как факторе, способном модифицировать агрессивность течения COVID-19 при сочетании с онкологическими заболеваниями и на их реакционное лечение. Между тем, курение – это важная особенность человеческой популяции, оказывающая влияние на состояние эндокринной системы. Готов сослаться на собственную монографию «Онкоэндокринология курения. Санкт-Петербург. Наука» 1995 года, 11 глав, которые освещают различные аспекты этой проблемы, включая вопрос о прекращении курения и как это влияет на эндокринную систему и опухолевый рост. И ещё хотел бы добавить не очень известное обстоятельство, что у курящих женщин риск развития рака эндометрия не повышается, а снижается, что связан с целым рядом гормонно-ассоциированных факторов, дополнительно подтверждая нетрадиационность эндокринологических аспектов той проблемы, о которой мы сегодня говорим. В связи с этим хочу вас поблагодарить за внимание.